Квартиры с видом на свалку. Живущие в многоэтажке на морской набережной в режиме реального времени отслеживают рост свалки у западного скоростного диаметра. Это Петербоженко. За ростом кучи мусора у западного скоростного диаметра следит из окна собственной квартиры. Причем, как утверждает женщина, мусорная гора растет лишь по ночам. Одной ночью мы обнаружили, что выстроилась шеренга грузовиков, новейших, загруженных чем-то, чем мы не знаем. Утром мы проснулись, выросла целая гора непонятной свалки, помойки. Мы не знаем, что там, как там, что это идет в воздух, что это идет в воду. За помощью в борьбе с мусорной кучей женщина обратилась и в прокуратуру, и к депутатам, и в районную администрацию. Но свалка из строительных отходов продолжает расти. Сюда свозят мусор, как установили добровольные наблюдатели, с нескольких стройплощадок. То есть это незаконно, и там находятся твердые коммунальные отходы. Они по классификатору на четвертый, пятый класс опасности. Четвертый – загрязнение Финского залива. И самое главное для нас загрязнение – понятно, что свалку уберут этого прибрежной полосы. То есть все, что будет, попало уже, конечно, в почву, но ничем нам не перебор. Нету твердого основания. И дальше будет размываться. Экологи насчитали в Петербурге 338 несанкционированных свалок в 16 районах города. Но в программу по ликвидации свалок на это 2017 год включены лишь 207. Это у западного скоростного диаметра пока для чиновников остается невидимой. Вполне возможно из-за этого бесконечного синего забора, который, как и мусор, появился неожиданно ночью. Экологи отобрали пробы для проведения лабораторного анализа на предмет содержания загрязняющих веществ. Кроме того, они обратились с запросом в Роспотребнадзор. Ответ департамент должен дать через месяц.